Народ шел по программе, и, конечно, когда они увидели в программе имя Павел Евгеньевич Фокин, естественно, люди уже знали, куда они идут и чем Павел Евгеньевич занимается. Сегодня, соответствием нашей теме, он расскажет о, как тема наша называется, от музея памяти Достоевского, Московскому дому Достоевского, то есть весь этот путь, но чтобы не говорим Павел Евгеньевич, он всегда очень интересно, он к нам уже приезжал, мы его слушали, поэтому я думаю, что не надо лишних слов. Спасибо, все остальные слова мои будут. Добрый день, я очень рад, что вы были на встречу, тем более, что разговор пойдет, ну, в общем, такая очень особенная история, эта история связана с формированием и существованием истории памяти Фёдора Михайловича Достоевского, как она началась, развивалась, какие этапы, она, на первый взгляд, может показаться такой достаточно узкой и, может быть, даже специфической, да, история музея, но на самом деле, помимо того, что она сама по себе внутри имеет свои интриги, имеет свою коллизию, она мне представляется интересной и вообще с точки зрения вот такой истории культуры, как вообще в нашей стране в двадцатом веке шло строительство вот этого музейного дела, как это было, на самом деле мы привыкли к музею, что вот он есть, и здесь мы пришли в музей, на выставку, на экспозицию, и редко задумываемся вообще, какие усилия стоят за этим, и какие вообще там страсти порой кибят вокруг этих предметов, которые выставляются, как вообще возникает идея этих выставок, музеев и так далее. Вот, и вот через конкретную историю музея Фёдора Михайловича Достоевского в Москве можно увидеть вообще более масштабное какое-то культурное явление, и в этом я вижу вот как раз такой общегуманитарный смысл своего выступления, помимо от этого какого-то конкретики. Но надо сказать ещё, что интересно и что важно. Во-первых, мы привыкли так к литературным музеям, почти в каждом городе есть. Вот у вас замечательно есть музей Распутина Валентина Григорьевича, недавно открывшийся. В другие места мы к городам приезжаем, и мы находим такие объекты всё время. Мы даже не задумываемся над тем, что это такая наша национальная черта, национальная нашей культуры. На Западе всё гораздо скромнее, масштабы совсем не такие. У нас, задумайтесь, 400 литературных музеев, 400. Ну там есть, скажем, целые такие сети, как, скажем, музей Бостоевского, их там 7 музеев Бостоевского, музей Пушкин тоже там, около десятка, там музеи Чехова, свой круг. Но этих сетей не так много, да, их только по пальцам можно перечислить. А всё остальное музеи, это вот конкретно отдельных каких-то личностей. То есть сколько у нас вообще лиц достойных памяти, вот этих литературных. Какое колоссальное духовное наследие у нас, которое мы располагаем, и которым не всегда пользуемся адекватно. Знаете, сейчас, когда я ехал в электричке в аэропорт, там реклама от какого-то электронного производителя, такая вот меня повеселившая, что вы можете, теперь вы можете прочитать миллион книг в месяц. Ну, понятно, что это очень смешно звучит, потому что миллион книг в месяц, ну, никакой книгачей не прочтёт. Вот, мысль, понятная рекламщика была в том, что вот там миллион экспозиции в их контексте, и можно выбрать любую. Так вот у нас, да, ну, только мы не выбираем ни из этого миллиона, даже одной книги в месяц, наград. Ну, я имею в виду не тех, кто здесь собрался, в аудитории, а вот в массе нашего населения. Точно так же и остальные наши культурные запасы постребованы очень в малой степени. Опять же, это говорю как человек, который в этой сфере работает и видит, кто приходит, как приходит, в каком количестве приходит и так далее. Но, тем не менее, всё равно эти объекты сами по себе существуют, они всё равно являются центром притяжения, они являются, особенно в малых городах, таким источником духовной жизни, потому что вокруг них какие-то, как называются, события, встречи самого разного плана и уровня. И, конечно, это наряду с библиотеками такие важнейшие, наверное, сейчас я скажу такое слово модное, скрепы, нашего культурного пространства. Ничего не хочу, так сказать, и тут иронизировать, поэтому помню, действительно так. Когда-то у нас была ещё и школа, но благодаря разным реформам, в последние годы школа, к сожалению, всё менее и менее становится таким, такой скрепой, скорее, наоборот, какого-то развала. Но это уже другая тема, не к сегодняшнему разговору. Но, возвращаясь к музейным, истории музейного дела в России, литературного музейного дела в России, музей Достоевского вообще стоит в цепнях. Вот в этом огромном количестве 400 музей он один из пионеров, один из первых, в общем, музеев, если не вообще самый первый. Я говорю это аккуратно, потому что коллеги некоторые могут со мной поспорить, и будут, в общем, предлагать вполне аргументы убедительные, но я попытаюсь вам показать свою аргументацию. Тут, видите, к сожалению, у нас не очень, наверное, будет видно какие-то картины, но что-то вы увидите. Это сегодня существующая табличка нашего музея московского, музей-картия Достоевского. Она возникла в 1928 году. Но я позволю начать свой рассказ из еще более раннего времени, потому что первым, кто начал формировать музейную коллекцию именно музейного типа, была вдова писателя Анна Григорьевна Достоевская. Вторая его и самая такая счастливая любовь, женщина, которая всю себя посвятила своему гениальному мужу, которая пережила его на 40 лет, ну она была моложе значительно, и вот, да, в два раза, но она пережила его на 40 лет, она умерла в 1918 году. И все эти 40 лет она не снимала права. Как молодая вдова с двумя детьми, а в принципе, по обычаю, она могла себе найти какого-то супруга, который бы помогал ей вот этих детей воспитывать, выращивать. Нет, для нее вот кроме Достоевского больше никого в жизни не было. Это было служение, это было такое монашество вообще-то, да, в миру, как это говорят, когда она себя причинила вот этому служению, она издавала его собрание сочинений, она следила за какими-то критическими, теоретическими делами, и во многом еще большую часть своей жизни она посвятила музею. Притом, она, это началось, скажем так, непроизвольно, и даже в начале она, наверное, и не думала об этом, а хотя бы, вот сейчас трудно сказать. Федор Михайлович умер 10 января 1881 года, ой, февраля, извините, 10 февраля 1881 года. Анна Григорьевна в своих воспоминаниях описывает, как ей было тягостно вот в эти дни прощания, потому что народ шел потоком в квартиру, чтобы проститься с писателем, выражали ей соболезнования, говорили ей разные слова высокие, в том числе о том, как у вас, так сказать, выдающегося человека потеряла Россия. Она пишет, но никто не подумал обо мне в эти часы, кого я потеряла. И у меня не было даже нескольких нескольких часов, чтобы побыть наедине с мужем, прощаться с ним и оплакать его, как положено. потому что все время была навыки, надо было себя держать и для нее это осталось такой очень больной как бы историей вот эти невозможности проститься с любым человеком. и видимо вот первые же месяцы, чтобы как-то эту утрату, эту боль изжить, она начинает заниматься просто, ну, наверное, поначалу просто переводить в порядок, скажем, документы, которые остались, еще что-то такое, складывать, собирать, но любопытно, два месяца спустя она делает какой шаг? Она приглашает фотографа специального и кабинет Достоевского в Петербурге, в котором он скончался, в котором он работал, она специально приводит вот интерьер в том, тот вид, в какой он был в тот день смерти, ну, соответственно, там, как-то расставляет репель, как она была, стояла, она реконструирует этот день и фотограф запечатлевает. Эти фотографии у нас есть в наших фондах. На обороте этих фотографий, они крупного формата, на обороте она вот это все описывает, что когда снято, что это сделана именно реконструкция, именно на тот день, на то время, когда он и Мостоевский, про все предметы, которые там изображены, она дает их историю, что этот стул оттуда, тогда-то куплен, этот стол заказан, дает такую историю каждого предмета. она делает фактически уже такой музей не задел. Она понимает, что нужно произвести фиксацию для чего, она еще не знает. Пройдет 90 лет, 150 лет, сколько там будет, с 21 по 71, не с 21, с 81 по 21, по 71, по 71, цифры, 81 по 71, это 90 лет, 90 лет пройдет, когда появится в Петербурге музей Достоевского, вот в этой квартире, пройдет 90 лет, она не могла естественно представить и мысли так вот далеко придеть в будущее, но она уже вот для этого будущего музея, который через 90 лет возникнет, она делает эту фотофиксацию. Почему я говорю, что для него делает? Потому что этот музей, когда создавался, он делался на основе этих фотографий, которые она сделала. И вот тот, кто бывал в Петербурге, кто бывал в квартире Достоевского и помнит экспозицию этого кабинета, вот вы можете абсолютно быть уверены, что она создана абсолютно точно, воссоздана. Естественно, там мемориальных предметов не сохранилось к 71-му году, к сожалению, но по разным причинам, но знаете, какая история у нас была непростая и в том числе у Ленинграда, Петербурга, поэтому коллекции мемориальных нет, но все подобрано именно и развешено, и расставлено, и поставлено так, как это наметли фотографии. Таким образом, вот смотрите, фактически уже в 81-м году сразу после смерти мужа она начинает думать о музейной музеификации, его памяти, его наследие. и она потихоньку собирает разного рода материалы, пока не зная, что, как это будет. Но в 1883-м году к ней обращается директор Императорского исторического музея в Москве, известный наш историк Забелин, с просьбой предоставить музею портрет Достоевского, потому что у них в фондах этого нет, портрет Достоевского полноценного. И Анна Григорьевна совсем, так сказать, Пылов эту просьбу выполняет. и она заказывает фотохудожнику Бусеву большой портрет, фотохудожнику Бусевского фотохудожнику которая стала для Достоевского вот таким духовным завещанием с одной стороны. А с другой стороны, она была воспринята всем сообществом, это был такой апофеоз его славы, публичной славы, когда в зале благородного собрания, где несколько тысяч человек слушало его, после этой речи аплодисменты не смолкали 40 минут овации, крики, люди обливались слезами, обнимались, пожимали друг другу руки, они были так воодушевлены и вдохновлены словом Достоевского от Мушкини, что вот они слились в каком-то таком едином порыве духовном. Это вообще сама по себе история удивительная, потому что там в зале собрались люди самых разных убеждений, самых разных взглядов, там отнюдь не единомышленники, их объединял Пушкин, но Пушкина любили и западники, и славянофилы, и православные, и атеисты, и так далее, они были все разных мастей, эти люди разных возрастов, разных поколений, там были и старшие поколения, там были и совсем молодые студенты, газетная хроника сохранила историю, как один такой студент, не знаю, то ли от убытка чувств, то ли от духоты выбежал, и упал в обморок, потом, после этой лекции, после этого слова, и вот московский фотохудожник Панов приглашает Достоевского, он почувствовал, что это его пик, его тревогу приглашать, его на следующий день в свое фотоателье делает эту фотографию. Яна Григорьевна, смотрите, для музея, у нее был разный набор портретов, замечательных портретов 60-х годов, когда Достоевский пишет, условно, преступление, наказание, он находится в расцвете своих сил, других она выбирает очень точно, она выбирает вот этот портрет, где Достоевский в своей славе, в своей зените находится, общепризнанной. И, значит, вот Гусев фотографию увеличивает, еще ее обрабатывает, испанским, итальянским карандашом проходит по ней, она получается очень выразительная, очень эффектная, и этот портрет она, значит, передает в исторический музей. Сейчас этот портрет в нашей коллекции, мы его экспонируем, и фактически вот в нашем музее находится первый такой музейный объект, потому что если фотографии там они позже как-то вошли в фонд, то вот эта вот вещь, которая первая оказалась в музейном фонде России, условно говоря, официально. У нее сохраняются контакты с этим музеем, и вот Анна Григорьевна как раз в этот период, это фотография 1883 года со своей дочерью, дочерью Федора Михайловича, Любой, Любой Федорной. Любой Федорной помогала Анне Григорьевне в ее работе, с пираней, впоследствии, когда она будет писать свою книгу об отце, о отец Федора Достоевского, а она будет, конечно, обращаться, ну, обращаться по памяти, потому что она будет в это время за границей, у нее не будет другого документов, но тем не менее она будет обращаться по памяти к этим документам, с которыми она тоже вот работала, когда помогала матери. А в 1886 году в Петербурге оказывается один из сотрудников исторического музея, некий Сизов, и Анна Григорьевна с ним знакомится. Вот так она все это по переписке, а тут она лично с представителем музея встречается. Поскольку уже некий контакт есть, она за беседой рассказывает, что вот у нее есть материалы, которые бы она хотела передать, куда-то их определить, потому что она боится, что если с ней что-то случится, то они пропадут. Ну, то есть, у нее чувство ответственности перед, опять же, не только памятью и доследствием, но и национальной культурой. Она понимает, что она владеет национальным достоянием, и она хочет это передать в какие-то надежные государственные руки. Она готова это подарить стране. Но вот она пока не может найти одну путь, приехала за Сизов. И Сизов говорит, ну, хорошо, я завтра уже уезжаю, я к вам заскочу перед отъездом, вот посмотрю, что там у вас есть. Анна Кириллёйна рассказывает, как она всю ночь из своих папок, из чемоданов где-то хранилась, вынимала эти предметы, фотографии, портреты, издания, выстраивала, раскладывала их по столам, по стульям. фактически она делала первую экспозицию. Это была первая экспозиция, первая музейная экспозиция, ну, выставочная, скажем так, экспозиция. И когда Сизов пришел, он совершенно был потрясен тем, что он увидел. Вот она пишет, записала его реплику. Мне вчера, когда мы с вами говорили, подумалось, в барыне, может быть, имеется всего три-четыре портрета и бюста, а она хочет для них чуть не целую залу, но все-таки решил посмотреть. Но теперь, когда я видел, какими сокровищами вы обладаете, я могу обещать вам положительно, что для вашего собрания будет отведена отдельная комната. Он был просто в полном восторге. И вот уже той же весной дело закрепило, началась переписка между Анной Григорьевной и музеем. И в итоге выделено был зал в одной из башен исторического музея. Опять же, кто бывал в Москве, исторический музей стоит на Красной площади, и вот у него две башни, одна башня Кремлевской башни, соответствует соседству, а другая башня выходит Терна Гума и Никольского где-то. Вот это вот вторая башня, которая в Терна Никольской улице, она была поддана под коллекцию Анны Григорьевны. Она приехала, осмотрела зал, и тут же она стала размышлять, какой должен быть интерьер. она в Петербурге на свои средства заказывает то, что мы сегодня называем музейное оборудование. Витрины разные, рамы, до каждого предмета у нее есть свое видение, свое понимание. Паспарту аккуратно она там подбирает картон, наклеивает, подписывает идеальным своим почерком, делает этики, как мы сегодня профессионально говорим. вот музей создается, но поскольку наследниками Достоевского являются еще малолетние дети, то она не может пока одна передать это подарить это, потому что есть пикунские разные дела, и принимается решение, что до того момента, пока дети не войдут в юридическую силу, музей будет как хранение такое. Но вот в 906 году, когда в 906 году, это как раз вы можете увидеть интерьер этого музея, он тоже зафиксирован на на андогрибольные узубь, тоже оформляет так красиво паспарту, вот и витрины, и рамы, это все, у нас часть оборудования до сих пор хранится на суббондах, вот эти мемориальные андогрибольные заказанные вещи. Значит, он в 906 году открывается официально, она передает его официально государству. Вот это всю свою огромную коллекцию, которая к этому времени насчитывает 4 тысячи триста двадцать три единицы хранения, 4 тысячи 320 предметов, среди которых рукописи Мастерского, переписка, понятно, фотографии, ну и так далее, и так далее. Огромный массив документов, это, конечно, бесценный совершенно, да, и потрясающий поступок. Сегодня, когда мы сталкиваемся с наследниками, то часто возникают коллизии, в общем, не самые, так сказать, благородные, часто наследники либо не понимают, либо жадные очень, либо, ну, в общем, как-то относятся к памяти своих великих родителей, скажем так, потребительских, да, и как к личному наследию. А вот Анна Григорьевна понимала, что это не личное ее наследие, это национальное наследие. Вот тут разница какая. В этом смысле совершенно уникальное. вот еще можно посмотреть интерьерчик. один одного зала, в смысле это один зал, просто разные углы его. А вот фотография как раз 906, нет, это не 16-го, 16-го уже года, фотография. здесь Анна Григорьевна сидит вот в этом, в этой зале, уже она, видишь, такая пожилая дама, под бюстом, выполненным скульптором по посмертной маске. Эту посмертную маску тоже как раз делал Уберштрам. И Анна Григорьевна считала, что вот этот бюст, он наиболее точно, наиболее адекватно передает образ Достоевского. Бюст это тоже сейчас в нашей коллекции находится, в нашем музее. Ну, как у нее книга? Что это за книга? Анна Григорьевна не только собрала, не только передала, не только оформила, а она это все еще описала. Она описала и вот издала, опять же, на своих средствах большого формата вот такого альбомного вот такую книгу, назвала его гипографический указатель приметов, переданных в музей Достоевского. Ну, то, что мы называем сегодня словом каталог коллекции. И когда ты читаешь и смотришь состав оглавления, то поражаешься профессионализмом. Я понимаю, что, конечно, ей помогали специалисты музея исторического. Это несомненно, потому что сделано все очень на высоком научном и сегодня прошло сто лет, он абсолютно идеальный с точки зрения научного пользования и обработки информации не прибавить, не убавить. И даже именной указатель есть, предметный указатель есть. А когда смотришь оглавление, то видишь, как вообще она формирует саму концепцию литературного музея. до этого музея личных музеев писателей в России не было. Были отдельные коллекции, которые находились в Академии наук, в других каких-то институциях писательских, хранились. Но они тоже, опять же, не были экспозиционно представлены. А уж вот так вот, это первый совершенно музей памяти, даже называется самостоятельно. В это время там параллельно начинают возникать музеи Чехова, музеи Толстова, но это чуть-чуть позже будет. Это все равно будет уже в 900-е годы. А вот здесь она не только рукописи, не только издания, не только книги, но она, например, один из разделов, значит, смотрите, ну, понятно, портреты, достаточно, портреты восьми, портреты современников. Кстати, портреты современников, то есть окружение, она понимает, что Достоевский это не только индивидуальная личность, но это еще и тот круг общения, с кем он в течение жизни, который формировался вокруг него, разных периодов. Она тщательно собирает, это не так просто. Например, у нас именно из ее коллекции Анны Грибориной в нашем составе, большого нашего государственного литературного музея набор более-менее полноценный петрашевцев. Наш музей Достоевского входит в состав государственного литературного музея, который почти миллион единиц хранения, масса других предметов. Например, по петрашевцам это не из других каких-то, а это только Анны Григорьевны петрашевцы. Потому что она понимала, что вот они нужны этими. Она в фотографии собрала всех членов редакции журналов время и эпоха. Ну и так далее, и так далее. То есть вот мышление не только но окружает потом еще замечательно виды местности зданий и прочее с которыми соединены воспоминания о Достоевском. Снимки с любимых им произведений искусства и ноты нравившихся ему музыкальных произведений. Смотрите, виды мест, любимые произведения тоже это это то, что сейчас является азбукой для любой музейной экспозиции. Обязательно показывать виды мест, показывать вещи, которые напрямую связаны. Она это додумывает. Ну потом естественно опять же издание на иностранных языках, рецензии на иностранных. Это тоже сейчас азбука. Сейчас во всех литературных музеях обязательно есть фонд, где издание на иностранных языках присутствует. Анна Григорьевна это делает первая, она это придумывает. То есть фактически она выступает не только создателем музея памяти, но и в некотором роде таким практиком, теоретиком вообще музейного дела будущего. и вот по оглавлению по ее уже все сказано. Ничего нового за потом сто лет музейщики российские, советские не придумали. Вот и в этом смысле она конечно тоже совершенно уникальная фигура. Ну музей музея приближался юбилей 1921 года столетие со дня рождения Достоевского. А Достоевский родился в Москве как известно. Хотя это не всем известно. Многие вообще считают, что Достоевский как бы петербургский писатель. Нет родился в Москве 15 лет прожил в Москве. И это Достоевский сын врача врача варьевской больницы для бедных. Это огромный комплекс зданий выстроенный в начале 19 века добротный. Там стены у нас 90 сантиметров. Вот не горел не взрывался ничего не перестраивался. И вот в эти дни юбилейные молодая тогда здесь уже более зрел в возрасте исследовательница начинавшая заниматься Достоевским Вера Степана Нечаева отправляется в это место в Мариинскую больницу на божетонку. Она уже знакома с рукописью воспоминаний младшего брата Достоевского Андрея Михайловича Постоевского который очень подробно описывает вот эту московскую жизнь и в том числе дом квартиру. Вот она робко стучится там в дверь и открывает она входит и она понимает что она уже здесь была потому что она видит все что описано воспоминания вот уже вот оно все живое все сохранилось и она понимает что напрашивается музей в этом месте и она с совсем энтузиазмом молодости начинает пробивать этот проект она подключает уважаемых исследователей из Академии художественных наук в то время существовало где в это время сформировался сектор по изучению творчества Достоевского под председателем Соколина и Соколин пишет соответствующие письма в разные инстанции она находит путь к врачам потому что это здание принадлежит этой больнице замечательно что в этот момент больница носит имя Достоевского называется больница социальной болезни имени Достоевского она в некоторый небольшой период называлась так наверное главврач или кто там был поклонником наверное они знали конечно что Достоевский здесь жил вот и вот это имя существовало и она обращается к главному врачу с просьбой предоставить возможность там выделить помещение и получает такое согласие врачи были просвещенные в ту пору Достоевского конечно читали Достоевский как раз в это время в начале 20 века мощно входит в духовный мир русских читателей более мощно даже чем при жизни он становится действительно таким митином как бы духовно тем более что многие его пророчества сбываются они воплощаются в эти страшные какие-то события русской жизни и он выделяет для музея одну комнатку вот эта фотография сделана в 1928 году так выглядел дом Достоевский и вот это крыльцо и вот эти окна на первом этаже это окна квартира Достоевского и это окна как раз той комнаты тех комнат в которой был организован первый музей Достоевского он открылся только 11 ноября 1928 года я уже эту дату называл то есть смотрите с 21 по 28 год еще нужно было всю работу провести у нас есть интересный документ письмо где там уже я не буду сейчас этих имен называть потому что уже между собой разные чиновники переписываются и вот один пишет что в 1927 году он пишет что было бы хорошо открыть музей 11 ноября 1927 года к десятилетию октябрьской революции потому что Достоевский был писателем который за униженных оскорбленных ну то есть как бы опять вот юбилей уже сознание вот это юбилейное оно начинает работать уже на этом этапе ну тут к юбиле революции но видимо не получилось к юбиле революции еще затянулось еще на год в 1928 году произошло событие замечательное и с тех пор в этом доме существовал вот этот музей он до сих пор существует хотя в наследие время он закрыт почему он закрыт и что это еще одна маленькая новелла в моем рассказе вот план первого этажа и зеленым маркером выделено как раз пространство первого музея 40 квадратных метров одна большая комната и к ней еще два маленьких таких пространства совсем небольших совсем невеликих в таком виде она существует до 55 года в таком объеме и музей-то надо же мало того комнату надо же его наполнить чем-то какими вещами наполнять что ведь коллекция Анна Григорьевна находится в историческом музее музей памяти Достоевского по-прежнему вот в тех стенах да обращаются в дубликатные фонды библиотек дубликатные фонды библиотек музеев и что-то складывается какую-то они делают историко-литературную экспозицию вот можно увидеть интерьеры как это все выглядело но Вера Степановна она сама предпринимает целый ряд замечательных шагов она начинает активно искать наследников Достоевского и выясняется что достаточно много людей еще ждет даже тех кто помнит Достоевского которые с ним общались вот она выявляет она ездит в места где связанные с Достоевским в частности она едет в Старую Руссу она едет в Доровое в имение Достоевских она естественно бывает в Петербурге и своим обаянием опять же своим энтузиазмом своим горением таким духовным она убеждает этих вот наследников передать подарить ну что-то что-то и покупается потому что времена трудные двадцатые годы и в общем это все понятно но тем не менее она сама формирует очень интересный комплекс материалов здесь вот вы видите шкаф и такой овальный стол преддиванный который она нет не скажу что-то вот этот стол на него обратите внимание она его вывозит из Дорового где до двадцать третьего года живет внучатая премианица Достоевского это семья для них не менее даровое сохраняется в семье Достоевских вот оно было приобретено в тридцать первом году в 1831 году туда в тридцать седьмом году после смерти своей супруги Марии Федоровны Достоевской уехал отец Достоевского Андрей Михайлович выйдя в отставку и вывез туда обстановку из московской квартиры в том числе вот этот стол там еще у нас есть книжный шкаф еще некоторые вещи и вот Верски Павла Нечаева в 20 каком-то она там по-моему третьем или 24 году как даром вообще вы понимаете как все трудно все сложно в стране она туда добирается до этого дарового и сегодня хотя это близнея Подмосковье но и сегодня в даровое добраться не так просто там несколько нужно несколькими транспортами а вот в 20-е годы она на телеге ехала вот и потом на телеге она без лайки столы или шкафы одна значит какие-то ей уже не помогали ну героические совершенно какие-то вещи также и Старая Руссия она там притащила диван и еще какую-то мебель сегодня Музей Старой Руссии очень на нас обижается что мы вот владеем и даже не столько на нас но понятно мы как кто наследники на Веру Степану что вот Вера Степанна значит расхитила простите Вера Степанна это делала в 20-е годы совершенно неизвестно какая могла быть там судьба у этого дома тем более что как вы знаете Старая Руссия была во время войны просто на линии огня и там от Старой Руссии ничего не осталось кроме дома Достоевского а дом Достоевского остался опять же по курьезной курьезной причине которую никакая Вера Степанна никто не мог даже предположить что фашистская идеология так прочитает Достоевского через Ницше как вот Достоевский и принимает Достоевского в свою систему это такая абсурдная история но поразительно как можно читать как можно интерпретировать великого гуманиста и христианина православного а представить как вот одного из идеологов сверхчеловечества вслед за Ницше естественно хотя и Ницше тоже это так сказать не фашист а только использовал фашизм идеолог но тем не менее и вот бойцам немецким у них была оздана такая инструкция что вот этот дом который на той стороне стоит это дом Достоевского и его у него не стрелять все цена березная выкаши ну вообще вся старая русская ничего все 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 было уничтожено а этот дом сохранился и поэтому уже в 83 году 1983 году там был открыт музей Достоевского но кто же этого знал что в 983 что в 1983 году там будет музей кто вообще мог предположить этот дом достать деревянный ну не война там вообще что угодно могло случиться да а Вера Степановна правильно все делала как и даровое тоже обязается вот у нас забрали ничего просто оно бы там просто все погибло если бы она этого не сделала а сейчас да сейчас легко кого-то там упрекать что он там не так поступал Вера Степановна делала все правильно благодаря ей это все сохранилось мы сегодня этим расположаем многим чем кстати вот она познакомилась и с семьей младшего брата Андрея Михайловича Достоевского уже Андрей Михайлович Умер в это время а его сын Андрей Андреевич был активным вот он подготовил как раз к изданию воспоминания отца расшифровал их это тоже отдельная работа потому что Андрей Михайлович он писал в старости свои воспоминания уже у него видимо рука была не твердая и вот коллеги которые работали впоследствии с этими рукописами совершенно невозможно прочитать то есть настолько сложные а вот Андрей Михайлович Андрей Андреевич сын как бы да вот он все-таки привел подготовил к издательству вот и Андрей Андреевич подарил музей вот эти вот канделяры которые там стоят тоже они из этого дома что самое для нас важно что они из этого дома не просто из семьи Достоевских а они находились там вот она же я скажу вот этот диван замечательный получила от других родственников Достоевского Ивановых диван замечательный тем что он связан с эпизодом когда Достоевский в 1865 году по настоянию издателя русского вестника Михаила Кифовича Коткова вынужден был переделывать целую часть романа преступления и наказания по его требованиям и для этого приезжал в Москву целый месяц в Москве снимал это было лето поэтому он снимал дачу рядом с семьей своей сестры Ивановой как раз ночью работал а с ним общался с родственниками там была большая молодая компания там были тоже и племянницы его в том числе там тогда особое расположение вызывает его премьер Софья Александровна он ей посвятит роман идиот и и дача сдавалась без мебели он приобрел необходимый ему предмет в том числе этот диван и потом когда он уезжал из Москвы он диван передал вот в семье Иванова он там и с собой не потащил в Москве и вот там диван хранился в семье Ивановых и они опять же благодаря труда Вера Степанная этот диван и таким образом у нас в московском музее совершенно уникальная коллекция мемориальных предметов вот чего нет ни в одном другом музее все опять же стараниями вот этого замечательного человека ну вот можно посмотреть еще тот такой симпатичный какой-то посетитель экспозиции вот один зал по периметру стоят шкафы в центре стол уставлены уложены книгами сегодня конечно так никто уже не экспонирует но тем не менее это несмотря на такое небольшое пространство если мы посмотрим на листовку выпущен тогда мы увидим что вся биография вся творческая биография достаётся вот в этих трех комнатах представлена достаточно подробно если вчитываться семья достоевского и даже по даровое рассказы возручения в петербурге естественно бедные люди петрашевиц и возвращение издания журналов время и эпоха отдельная роман тема роман преступления наказания игрок там очень любопытно смотрите 9 достоевского за границей и произведения этих лет произведения этих лет это идиоты без отдельно их назвать и выделить тогда невозможно потому что один не проходит по религиозным соображениям советской идеологической системе другой по анти эволюционному деле тем не менее они их показывают они только вот так шифруют немножко произведения этих лет но кто знает тот знает те посетители самые главные которые приходили они узнавали об этом вот ну и так далее и последний период и даже писатели которые кстати в советское время до академического собрания сочинений тома которых выходили в 1979 80-е годы начало 80-х не издавался вообще в советское время и писатель считался еще более реакционным еще более так сказать антисоветским чем даже романы но у них в экспозиции есть то есть вот там все сделано с большим пониманием и достаточно глубоко ну и вот даже и смерть остается в этом одном зале вот еще несколько она меняется время от времени остановка мебели вот здесь кстати вот виден вот этот вот диван и старая усы там спинка дивана видна видна другой постоянная идет работа с материалами вот два дивана вот этот портрет висит о котором я говорил в начале канделябра то там эти канделябры стояли на шкафу помните в центр то есть как бы идет постоянное еще развить вот этой темы но музей памяти Достоевского который Арна Григорьевна создала исторический музей в 1928 году прекращает свое существование видимо советская власть решила что слишком жирно чтобы на Красной площади в самом центре Москвы был музей памяти вот этого антицоветчика реакционера монархиста и так далее терпели терпели до 1928 года потом закроем эту лавочку понятно что для других нужд для другой пропаганды уже это пространство было нужно и счастливым образом вот открылся в 1928 этот музей а тот закрылся это параллельные процессы были друг с другом не связаны но счастливым почему потому что опять же тут тонкий момент кто там может быть та же Вера Слепанна проявила так сказать усилия но в 1932 году то есть через 4 года огромная часть коллекции Анны Григорьевны поступает вот в этот музей на Божетонке в Москве это вообще ну тоже ну совершенно такая необычная неординарная история потому что передать вещи из одного музея в другой это очень большая сложная бюрократическая работа сегодня практически невозможно вот на сегодняшний день как законодательство музея выстроено еще в советское время восьми сетям еще были какие-то лазейки сейчас просто невозможно а тут передает ну практически целый музей огромную коллекцию в том числе рукописи Достоевского передаются вот по легенде рассказывают что эти рукописи даже можно было вот вот они оставлялись лежали там на каком-то столе их можно было посетить взять в руки и полистать ну не знаю это как легенда я не очень верю я думаю что все-таки там тоже профессионалы работали мои предшественники понимали что так нельзя экспонировать но легенда есть такая вот и таким образом вот в тридцать втором году музей становится действительно уже обладателем полноценной роскошной мемориальной коллекции он музей получил свое место свое пространство мемориальное и вот эту уникальную коллекцию правда когда это был один из первых музеев и видимо в законодательстве еще не понимали долгом что с литературными музеями где они должны быть в какой так сказать кто за них должен отвечать какая инстанция и вот музей Достоевского был приписан к районному отделу народного образования Серженского видимо считали что ну как система просвещения образования и музей наверное тоже должны входить в эту систему вот но росло так сказать понимание и очевидно понимать что образование и музей это все-таки разные вещи поэтому в 1934 году музей передается в состав государственной библиотеки имени Ленина где формируется литературный музей он формируется из других коллекций в том числе там коллекции телесора коллекции Чесова ну и вот Мазир Достоевского тоже туда включают библиотеку видимо исходя из логики того что вот библиотека и музей родственные структуры и вот литературный музей где ему быть вот библиотеки так он существует еще с 6 лет до 1940 года а за эти годы происходит что происходит создание государственного литературного музея как самостоятельное учреждение культуры в Москве по инициативе Бончгуревича вот создается вот этот большой такой комплекс и в 40 году я не знаю как это назвать оптимизация неоптимизация каким словом мы сегодня это использовали но видимо решили что на библиотеке все-таки вот этот музейный фонд это не ее профиль тем более Ленинке там огромный свой фонд книжный и рукописный и а тут появился литературный музей в Москве сам по себе и значит этот музей наш он все время остается на одном месте здесь на улице Божедомка новая Божедомка кстати улица Достоевского она стала только в 1956 до 1956 она так и называлась Новая Божедомка тоже поразительно потому что все топонимы с именем Бога советская власть с карты Москвы стерла но Божедомку оставила если вспомнить место встречи изменить нельзя там как раз упоминается это в 1945 году место встречи вот что там на Божедомке значит тут как раз хата Поровская находится вот и значит музей просто структурно переходит из одного учреждения и остается время на одном месте и здесь когда новое учреждение берет свои руки они конечно начинают борьбу за территорию потому что вещей много мы видим предметов много коллекция большая а зал маленький и выделена только вот только одна часть из мемориальной квартиры одна комната из мемориальной квартиры ну тут война конечно тормозит действия тут еще момент когда музей входил в состав Ленинской библиотеки то Вера Степановна которая была директором музея она естественно стала сотрудницей Ленинской библиотеки вот как к тому моменту когда музей выделялся Вера Степановна уже была в Ленинской библиотеке заведующим вокописным фондом поскольку она сама работала с рукописями Достоевского и впоследствии она издала вот такой солидный труд описания рукописей Достоевского то видимо я так подозреваю своих личных и научных интересов и будучи так сказать руководителем рукописного фонда она все рукописи Достоевского которые пришли от Анны Григорьевны вот она их оставила в Ленинке и таким образом фонд разделился у нас вот в Лид-музее всего лишь несколько сейчас автографов Достоевского существует потому что и приобретенных позже а весь основной массив наших опять же вещей он находится в Ленинке но у нас с ними очень такие партнерские хорошие отношения они всегда идут навстречу они всегда нам предоставляют для экспонирования эти рукописи они помнят эту историю и тут в этом смысле у нас нету никакого конфликта и нынешний заведующий рукописи Владимир Сергеевич Молчанов тоже большой энтузиаст и нам всегда оказывает самую любую скажем так не то что самую любую помощь какую мы как мы только и порвать приходим к новому этапу музея в 55 году его возглавляет молодая только что закончился московский университет Галина Фридмановна она в миру была Владимировна вообще официально Фридмановна Коган и с этим человеком тоже связана большая большая деятельность по формированию коллекции хотя вроде бы уже прошло столько лет но она уверена что еще можно найти интересные документы интересные предметы она продолжает вот эту линию общения с родственниками Достоевского многих находит многих выявляет потому что ведь одно дело Достоевский из Достоевска а там большая семья и там много было женщин и они естественно меняли фамилии выходя замуж и вот еще исследователи занимались этим вопросом вообще а как зовут где эти родственники кстати один из одна из так сказать вдвей потомков Достоевского не самого Достоевского а вот его братьев сестер она носит фамилию Ленина вот так что вот Достоевский и Ленин они как-то вот все время пересекаются и соединяются кстати коллеги из Петербургского музея говорят что когда они музей создавали и соответственно они создавали маршрут по местам Достоевского они с удивлением обнаружили поскольку они тоже эти экскурсии водили городские они обнаружили что музей по местам Достоевского почти один-один совпадал с маршрутом по Ленинским местам Ленинграда Татембурга вот так как-то любопытно соединял более того вот как раз история связанная с Галиной Владимировной она обнаружила что значит вот эти Ленины и Достоевские в Ленинграде они жили на одной личной площадке не зная что они родственники вот вот просто дверь в дверь знали друг друга то что они родственники это уже происходит вообще у них один предок они этого не подозревали нужен был специалист из Москвы приехать и значит там свести вот но с другой стороны я так думаю представьте себе да там этот в управдом какой-нибудь да у него на одной лестничной площадке живет Достоевский Ленин тоже очень такая курьезная история вот и действительно Галина Владимировна нашла в свое время как-то отложившуюся большую павку с документами связанную с прохождением службы Достоевского и другими разными документами там еще разные какие-то были удостоверения диплома академика Российской академии и так далее они считали что они были потеряны но вот можно было еще в 50-е 60-е годы такие вещи находить она возглавляла музей почти 40 лет и вот в 56-м году праздновалось 75-летие со дня кончины Достоевского при том инициатива шла с запада но конечно она шла от русских эмигрантов в первую очередь которые ее там пробивали но уже 56-й год уже новое веяние и Россия открывается в очередной раз Советский Союз откликается на так сказать веяние и поддерживает подхватывает ту инициативу и тогда принимается решение о том чтобы передать музею новую электротранство и вот сейчас на этом плане вы видите как появляется у нас новая зона опять зеленая и это уже вот это все квартира мемориальная Достоевка маршрут вот здесь экспозиционной стрелкой показан вот такой был и экспозиция носила истинка литературный характер рассказывал в первом зале мировое влияние значение Достоевского и потом биографический рассказ и там кстати вот тоже есть описание этих залов и уже там появляются отдельно темы роман идиот отдельно темы роман идиот уже так сказать снимается с них вот это табу они уже не прячутся они показываются но очень важно то что вот эти все корневые важные главные темы Достоевского в России в Москве в этом доме были все это время они никуда он не закрывался он не запрещался этот музей и те кому кто хотел и те кто вот просто приходил из любопытства могли вот к подлинному Достоевскому прикоснуться в этом смысле это совершенно тоже особая история потому что отношение к Достоевскому в 20 веке менялось неоднократно и был момент когда его практически не издавали и потом издавали только отдельные произведения другие там скажем веса не издавали идиот тоже там долгое время не издавался а вот здесь в московском доме это все было так было до 79 года там 81 год впереди до столетия со дня смерти Достоевского и как он всегда опять же юбилейные какие-то эти волны принимается решение о том чтобы сделать новую экспозицию передается еще часть территории вот это вот как сказать то есть теперь все то что заштриховано это техническая зона здесь гардероб организуется кассовый зал комнаты для научных сотрудников но и вот видите какой становится большой экспозиции и вот в это время она концептуально и принципиально меняется из историко-литературной она становится мемориальной в этих залах создается мемориальная квартира детства Достоевского она создается на основе вот этого документа это план который Андрей Андреевич Достоевский по нахроскам своего отца Андрея Михайловича Достоевского рисует это план квартиры где обозначен вообще весь функционал каждого помещения и как вы видите указаны все предметы какие стояли где стояли где какой стол стоял где какой стул стоял вот кстати вот там овальчик это вот тот самый стол притом Андрей Михайлович это пишет и делает этот рисунок еще вот когда пишет свои мемуары то есть 19 веке а стол попадает в 23 году когда то есть это вот опять же документ подтверждающий в том числе и подлинность того артефакта который Вера Степановна привезла и так далее и приглашается художник который создает на основе мемориальных и типологических предметов детская комната первичь потом рабочее зало с лондонными столами за которыми юные Достоевские учились вот общая обстановка гостиная видите опять вот этот стол наконец занимает свое место в гостиной книжный шкаф кстати тоже вот там привезенный свое время Вера Степановна находит себе место ну и выделяется такой вот лекционный зал где происходят многие важные такие встречи для особенно тут и научные заседания и творческие встречи особенно в 80-е 90-е годы здесь кипит такая жизнь духовная создается религиозно-философское общество имени Достоевского которое проводит здесь свои заседания и вот эту проблематику православную духовную активно обсуждают и это тоже в Москве и в России одно из немногих если не единственное место где об этом позволено говорить притом говорит публично хотя по-прежнему существует советская власть и атеистическое государство атеистическая идеология но но здесь это в этом доме оказывается возможно увидеть вот этим паркетом Пистоевского города в свое время Белого ну вот сейчас я быстренько покажу как 40 лет спустя выглядела точно так же мы ничего не меняли чуть-чуть какие-то были введены коллективы вот видите появился такой детский уголок напоминающий о том что все-таки это была многолетная семья и здесь кроме Федора Михайловича еще семеро его братьев и сестер жило вот здесь как видите практически ничего не поменялось может быть появилась только гитара которая напоминает о том что звучало музыка мальчик играла на ней и эта музыка во многом формировала вкусы и самого достает сковорить и она звучит на странице телопроизведения какие-то уточнения вносились дополнения но незначительные вот так это все было было отдельно выставочный зал где показывались вещи не из дома но тоже мемориальные вот этот вот диван видит он отдельно в дни 70-60 примерно межный шкаф письменный стол который Анна Григорьевна в свое время тоже передала мы вот немножко поменялось расположение в зале но функционал тоже вот такой красивый расположенный эффектный и юбилеи они 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 очень как сказать всегда кстати вот визит новые в 21-м году мы будем отвечать в усынете и мечта многолетняя о том чтобы расшириться дальше музычки такие да дай одну комнатку они вот еще и еще и еще и наш нынешний директор Дмитрий Петрович Бак проявил грандиозное фантастическое усилие и в прошлом году 16 сентября нам был передан весь дом вот весь дом в трех этажах все а на это что было очень важно дело в том что это был один из корпусов вот этой больницы она до сих пор это как бы медицинское учреждение входило в состав Сеченской академии вот и там у них располагались администрации у них там какие-то картотеки были там завхоз сидел а на третий этаж вообще у них там они сдавали для вот которые их обслуживали таджики там убирали территорию она большая дворники в общем там жили на третьем этаже у нас внизу музей а там вверху такой вообще был павел тот еще и драки пьяный бывали регулярно возникали какие-то сюжеты но это как раз нам было на руку именно этим мы так сказать тоже в своей борьбе апеллировали но здесь замечательно еще то что конечно вот этот юбилей было принято решение на отмечательном государственном уровне и в 16-м году был издан указ президента о праздновании юбилея был создан оргкомитет который возглавил ни много ни мало глава администрации президента Антона Эдуардович Вайна а ну фактически выше нет выше главы администрации только президент включает да то есть это структура которая выше там министерств министерств ну вот и то что оргкомитет возглавляет такое лицо конечно очень нам помогает потому что как сказали на одном из совещаний мне Дмитрий Петрович передавал эту фразу да мы должны вот мы должны 11 ноября 21-го года в следующем году 11 ноября мы должны открыться все эти три этажа мы должны освоить сделать новую экспозицию вот так вот на одном из священник было сказано что в администрации президента не видят что 11 ноября 21-го года музей не откроется вот такая формулировка они не видят что он не откроется вот но вы понимаете 16-го сентября дом только передали там два этажа которые надо переделывать перестраивать и ремонтировать вот 16 декабря мы только закрылись там сейчас на всех парах и только потому что это так сказать под присмотром президента делается там ведется это ведутся работы и мы тоже надеемся что все так и будет что мы успеем это сделать вот и я сейчас уже завершаю потому что это уже так сказать будущее я только конспективно хочу показать вот значит у нас будет три этажа то что зашлиховано это зоны технические да разные там будет у нас зал элекционный большой а все остальное это экспозиционный первый этаж мы сохраняем мемориальный московский московская тема Достоевский 15 лет пролил в Москве вот завтра кстати в университете в 5 часов у меня будет тоже еще одна лекция будет называться московский писатель Достоевский вот об этих московских реалиях в творческом исследовании я буду рассказывать если у кого будет время и желание приходить в музей Распутина вот второй этаж мы будем широко использовать коллекцию Анны Григорьевны и конечно будем рассказывать масштабно и о биографии и о творчестве то что называется историко-литературная экспозиция но она будет совершенно по-новому типу выстроена намного у нас разных задумок как ее показывают и третий этаж это будет как бы Достоевский после Достоевского то есть Достоевский в восприятии в отражении в философской мысли в театре в кино в живописи в графике в скульптуре в изданиях на разных языках и на русском и на иностранном языках в исследованиях он будет с привлечением разных современных интересных технологий мультимедийных и не мультимедийных самых разных у нас очень интересно сейчас подбирается команда художников они все так сказать большим опытом и интересом и самое главное для вас наверное будет приятно узнать что художником этого дома будет главным художником этого дома будет делать экспозицию ваш Сергей Лаян которым мы дружим и которым я очень высоко ценю как и художника и как проектировщика и как духовную личность и считаю что должно получиться что-то очень интересное вчера как раз целый вечер обсуждали и говорили ну и еще одна еще одна маленькая так сказать вишенка мне хочется чтобы это музей был многоразового посещения чтобы люди хотели приходить сюда чтобы им было интересно чтобы они как мы хотим прийти и сразу все увидеть чтобы они вошли увидели все и поняли что они ничего не увидели что надо еще раз прийти отдельно посмотреть этот зал потом отдельно прийти этот зал посмотреть внимательно и так далее вот и вот там вот в этом третьем этаже в этом верхнем пространстве вот это вот вот этот вот зал большой я запланировал как некую авторскую инсталляцию под условным названием Россия Достоевского как она в итоге станет посмотрим но вот в качестве создателя автора мы приглашаем тоже известного нашего российского художника Михаила Шемякина которого вы наверное вновь есть знаете и вот Иван Михайлович у нас уже так сказать прошел по этим коридорам видите такой внимательный и озабочен посмотрит на этот то вы тогда сможете сейчас оценить как это выглядит я вас не пугаю другими картинками решил что хватит одной будет понятно у нас с ним уже прошли переговоры у него тоже есть большой интерес к этой работе и там только технические вещи деньги есть все как бы что необходимо есть только надо там ну это уже так сказать бюрократия которая худобедно решается тем более что у нас есть еще и такое благословение под присмотром администрации и министр культуры и прежний министр культуры и как вы знаете он стал помощником президента происходит состав администрации поддерживая участие Михаила Михайловича вот там кстати вы видите нашего Дмитрия Петровича Бакова тоже действительно это человек который сделан невозможно потому что сегодня в центре Москвы получить вот даже при так сказать покровительстве администрации президента получить целый дом из одного ведомства Минздрава перевести его в другое ведомство Минпульт слава богу федеральная область но все равно разные ведомства это это невозможно но он это сделал и это могла бы быть отдельная история вполне детективная с криминальными разными оттенками но уже я завершаю рассказ тем что в 2021 году приезжайте в Москву и после конечно 21 вы можете приезжать в Москву и приходите к нам в новый вот этот музей Московский дом будет называться теперь Московский дом Достоевского три этажа самого разного достается спасибо 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 Продолжение следует...